На основе новых конституционных принципов в 1994 году начало работу Алтайское краевое законодательное собрание. В этом году парламентаризму на Алтай исполнилось 30 лет. И, конечно, за такой промежуток времени многое изменилось. Во-первых, срок полномочий продлили с 4 до 5 лет. Во-вторых, количество фракций выросло с 1 до 5. В-третьих, увеличилось число принимаемых законов. За первый созыв их появилось лишь 62. Однако именно тогда утвердили устав Алтайского края. Документ определял полномочия и порядок деятельности органов власти региона. В честь круглой даты в стенах ЗАГС собрания прошли награждения. Праздник праздником, а работа по расписанию. На этой сессии основной пласт вопросов коснулся больших семей. Их число официально увеличится примерно на 10% благодаря новому определению многодетности. Это там, где воспитываются 3, 3 и более детей до 18 лет или до 23 лет, те, кто обучается в очной форме. Каждому там исполняется. И вот дошли они третьему ребенку, но остается двое, тогда она теряет у нас льготы. А так все будут льготы предоставляться. Да, льготы будут предоставляться не только нуждающимся. К тому же их список расширился. Теперь всем многодетным семьям дополнительно будет скидка 30% на услуги ЖКХ. Школьники получат бесплатный проезд на общественном транспорте в течение учебного года. А семьи из других регионов освободят от курортного сбора в Белокурихе. Вот эти 50 рублей курортного сбора многодетные семьи будут освобождены от уплаты. Там 50 рублей за каждый день. Но повторюсь, что это многодетные семьи из других регионов. Потому что наши многодетные семьи, они и так освобождены, как и все жители Алтайского края, от уплаты курортного сбора в городе Белокурихе. Однако с льготами все оказалось не так просто. Проблема возникла с бесплатным проездом на общественном транспорте. Поскольку в законе указано, что органы местного управления лишь вправе ее предоставлять. Следовательно, возникает вопрос о двойном толковании нормы. Поэтому законом заинтересовалась прокуратура. Вопрос в том, что не возникли на практике ситуации, когда дети из многодетных семей в результате нашей дискуссии, в том числе с прокуратурой, вообще не останутся без этой меры поддержки. Споры были и по поводу другого важного события – изменений в бюджет региона. Расходы на этот и следующий год увеличатся более чем на 18 миллиардов рублей. Некоторые фракции хотели внести свои поправки в законопроект, но из-за технических особенностей не смогли. Но сейчас мы с вами не проголосовать, не обсудить, не принять решение по нашей поправке не можем. Соответственно, у меня вот есть вопрос, насколько правильно, что мы обсуждаем сейчас сразу в двух чтениях. Тем не менее, изменения единогласно поддержали. Деньги преимущественно пойдут на оплату труда работников в бюджетной сферы. На льготы многодетным семьям, мат-помощь отдельным категориям граждан, ремонты соцобъектов и дорожное хозяйство. В итоге, дефицит средств в казне в 2024 составит почти 30 миллиардов рублей. За счет чего эти 30 миллиардов мы будем оплачивать, если все расходы нужно будет произвести. Те остатки, которые у нас остались на счетах с прошлого года, вот мы их подсчитали раз. Правительство Российской Федерации продолжает поддерживать регионы. И продолжаются наши длительные меры поддержки, связанные с предоставлением кредитных ресурсов. Условия, на которых эти деньги займут у федерального правительства, достаточно мягкие. Кредит на 15 лет под 3% годовых. Такие меры позволят Алтайскому краю неспешно отдавать долг в ближайшие годы. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует...